Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы уделяем несколько минут времени, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся в плане фундамента на финансовых площадках всех сегментов. Мы анализируем рынок Форекс, мы анализируем рынок фондовый и в последнее время, помимо еще и долгового рынка, то есть рынка облигаций, делают ставку на криптоинструменты, которыми сейчас интересоваться ни в коем случае нельзя, поскольку не интересоваться. Это та среда, где мы видим новые совершенно немыслимые показатели волатильности. Про возможности, которые открываются в связи с этим, я уже неоднократно говорил. Уверен в том, что вы в каком-то формате с этим рынком уже знакомы, а может быть даже являетесь инвесторами каких-то отдельных инструментов, либо даже совокупности, то есть формируя портфели. Надеюсь также, друзья, что торговля на рынке криптовалюта у вас проходит довольно успешно. Если вы спекулируете, скажем, инструментами, торгуя в разные стороны, вам удается ловить какие-то локальные тренды. Ну и если вы все-таки больше делаете ставку на долгосрочные инвестирования, также используйте изменения новостного фона для того, чтобы, скажем, продать на максимумах, дождаться коррекции и снова закупиться еще большим объемом. Это в зависимости, опять же, от той стратегии, которая вам привычна. Я, друзья, стараюсь оценивать долгосрочные тренды. Мы к рынку криптовалют сегодня снова вернемся, подведем итоги, как закрываем, собственно, неделю. Я думаю, что такие же, скажем, выводы можно будет еще сделать по ряду других инструментов, за которыми мы активно следили на этой неделе. Давайте по порядку с нефти. С особым удовольствием я констатирую сегодня ценовое значение 64.13. Мы, наконец-таки, с вами на пятой торговой сессии подряд снижения цен на нефть смогли продавить поддержку 65. Сейчас инструмент торгуется на уровне 64.38. Очень хочется верить, друзья, что вы вместе со мной верно оценили вклад в будущую динамику нефти, который будет внесен после того, как Штаты достигнут заветной планки по производству нефти в 10 миллионов баррелей в сутки. Мы говорили о том, что эта планка обязательно будет достигнута. Говорили о том, что именно она может выступить вот этим самым механизмом, разворотным, переломным для тренда, когда, возможно, в игру подключится необходимое количество трейдеров и продавцов, способных зародить уже новые тенденции. В данном случае для рынка нефти это, безусловно, снижение. Актив уже очень много потерял. Мы видели цены больше недели назад рядом с психологической планкой в 70 долларов. Сейчас уже ниже 65 по бренду и в целом имеем право полностью говорить о потеях, сразмеримо с 10 процентами, ставим основу эквивалента. Рынок продолжает резервировать от последнего отчета администрации энергетической информации, собственно, по запасам на объемы добычи нефти. Запасы выросли. Это позитивный момент и фактор поддержки для коротких позиций, потому что все-таки рост запасов, он доказывает действительно тот факт, что ряд крупнейших нефтеперабатывающих заводов США, ну, сейчас находится в статусе сезонного технического обслуживания. Значит, мы будем работать, скорее всего, с плюсовой статистикой еще какое-то время. Хорошо. Но, помимо этого, еще более серьезное влияние на рынок оказала статистика по росту недельного объема добычи. И, в целом, это был не просто рядовой тривиальный прирост, исходя из тех тенденций интернетов, которые сложились. Нет, у нас рост на 332 тысячи до 10-25 тысячи. И мы сейчас можем говорить об исторических показателях добычи черного золота за все время существования нефтяной промышленности Соединенных Штатов. Друзья, какой вывод из этого нужно сделать? Самое, наверное, правильное сейчас – это признать тот факт, что очень многие недооценивали Соединенные Штаты Америки. И, возможно, недооценивали даже сами представители ближневосточного картеля. То, что сейчас уже они начинают бить панику, доказывает и решение. Я думаю, что это решение для нас, трейдеров, которые следят за новостными событиями, фактически, скажем, со знаком молнии. То есть это супер новостной повод, который мы должны сейчас с вами закладывать в основу сохранения нисходящей динамики. Дело в том, что страны ОПЕК, ключевые производители нефти, буквально вчера сообщили о том, что они возвращаются к политике колоссальных скидок на поставляемые энергоресурсы для основных партнеров. Ну, собственно, в том материале, с которым я знакомился по этим скидкам, были отмечены, собственно, какие скидки для каких партнеров, на сколько там для легких сортов нефти, для тяжелых. Это так. Но я считаю, что сейчас выдаваться подробностей по цифрам, наверное, не суть важна. И они, возможно, будут меняться. Самое главное то, что ОПЕК, возможно, сейчас, первый раз за длительное время, осознал тот факт, что они на грани того, чтобы потерять своих основных потребителей. Они на грани того, чтобы быть вытеснены с рынка, с того рынка, на котором они господствовали в течение десятков лет. И условия такие сложились на текущий момент. Ситуация скупляется еще и тем, что эти условия, о которых мы говорим, были созданы, собственно, самими представителями ближневосточного картеля, потому что это они были идеологами сделки по снижению добычи, аналитического пакта и их собственными действиями, усилиями, которые из-за, возможно, высокопарных побуждений реанимации и, собственно, восстановления цен на нефть, они пропустили, по сути, своих основных конкурентов на верхушку, скажем, на олимп, на педестал, всех тех благ, которые открываются для основных производителей с учетом той работы, которая проводится. Собственно, представители ближневосточного картеля, ну, я делаю ставку на, скажем, топ-5 регионов, увеличили существенный экспорт в Азию. Это тоже является, на мой взгляд, еще одним сигналом того, что они паникуют. И вряд ли им удастся сохранить и дальше вот этот, как говорится, покерфейс, потому что риски, они стали все более и более очевидными. И эти риски, они усугубляются тем, что мы, говоря про Штаты, имеем в виду сланцевый бомб, сланцевый способ разведывания углеводородов и их последующих добычи. У сланцевого производства есть одно очень серьезное преимущество по сравнению с традиционным. Это экспресс-бизнес, то есть это бизнес, который требует меньше вложений на разведывание. Да, он сам способ добычи дороже, чем традиционный. Но с учетом таких цен, друзья, которые мы наблюдаем сейчас, этот бизнес рентабельен. И то, что сланцевое производство при необходимости в еще больших объемах можно развернуть, на том же самом месторождении в Техасе, Пермин, США, есть возможность, скажем, в ближайшем месяце еще, скажем, увеличить производство на 1 миллион баррелей. И переплюнуть бланку даже в 11 миллионов баррелей. И ОПЕК ничего не смогут с этим сделать. Они не смогут так же быстро задействовать имеющиеся производственные мощности. Они не смогут нарастить в таких же объемах добычи. И они не смогут просто так поступить с обязательствами, которые лично взяли на себя в соответствии с действиями энергетического парта. Как ни крути, друзья, но с учетом планки в 10.25 миллиона баррелей в сутки по производству нефти, мы с вами не просто констатируем тот факт, что в Штатах теперь бываются рекордные показатели за все время, но и Соединенные Штаты Америки тем самым обогнали Саудовскую Аравию. И вплотную приблизились к России. То есть Штаты сейчас находятся на втором месте по производству. И при сохранении текущих темпов, возможно, даже Россию им удастся потеснить вот с этого Олимпа первенства. Также, друзья, хочется отметить, что мы, безусловно, продолжим следить за дальнейшими отчетами, за статистикой. Я, по-моему, день назад говорил про прогнозы администрации энергетической информации. Они планировали в этом году достигнуть планки в 10.6. Сейчас мы с вами говорим уже от 10.25. Поэтому, ну, факт, прогноз снова будет пересмотрен. И я думаю, друзья, мы можем ориентироваться даже на показатели в 11 миллионов. К чему это приведет? Я думаю, к тому, что в ближайшие месяцы, а может быть даже недели, мы получим еще одну очень важную новость с рынка нефти о том, что ОПЕК досрочно выходит из соглашения по снижению добычи. Если эта новость действительно будет обозначена на рынке, нефтьянки придется, собственно, снижаться, продолжать терять позиции и двигаться к тем целям, которые мы раньше обозначали как наши стратегические планы. Сейчас для Brent даже не стратегическая, не цель максимум, а следующий ценовой рубеж, куда нефть будет снижаться, это 60 долларов за баррель. Но в идеале бы нам забраться еще ниже. Надеюсь, друзья, то, что сейчас на рынке происходит, заставило даже не то, что вот эти аргументы, доводы, не оценка фундамента, а сами цены, которые лаятся, заставили вас присмотреть свое отношение к этому рынку и признать тот факт, что мы начинаем работать с нисходящей тенденцией и понижательным недвижим трендом. Рубль тут же оказался в числе ауссайдеров на фоне такого обвала котировок нефти. Мы видели и 58.50 в рамках вчерашней торговой сессии, сейчас держимся выше 58.00, тоже в соответствии с нашим с вами расчетом. При сохранении давления на котировок нефти, я думаю, что и 60.00 также уже будет достигнут в ближайшие недели. В общем, ждем и этой планки. Доллар японская иена. Сейчас для кого-то может сложиться ощущение, что американская валюта снова пополнила региум ауссайдеров. Это не так, друзья. То, что доллар японской иена снижается, сейчас мы говорим о котировках 108.96, это ниже, чем мы видели днем ранее. К сожалению, 108.96 это еще ниже, чем 2 дня от отметки, 2 дня назад от отметки 110. Но здесь слабость доллара, она связана не с тем, что что-то изменилось в фундаменте, не с тем, что внезапно, ни с того ни с сего были изменены прогнозы по темпам повышения процентной ставки. Единственная причина, по которой в данном случае, в данном тандеме валютных пар снижается доллар, это рост японской валюты. Я думаю, что те из вас, кто следит за фундаментом, ну и, скажем, педит параллели, делает правильные выводы, исходя из оценки ценовой динамики на разных секторах финансовых рынков, понимая, с чем это связано. Если вы еще не уловили, скажем, эти связи, я отмечу, считаю, то, что основная причина сейчас укрепления курса японской валюты, это снова те серьезные распродажи, которые продолжились на американском фондовом рынке. Не то, чтобы мы с вами говорили о том, что американский фондовый рынок будет восстанавливаться, я лишь говорил о том, что продажи продолжатся, но они не будут такими динамичными, как в начале этой недели. Но, судя по всему, рынок пока находится еще в таком нервозном состоянии. Вчера торговая сессия, именно потери кучевых бенчмаров американского фондового рынка, говорят о том, что мы, скорее всего, будем наблюдать в ближайшие недели все более низкие, низкие ценовые рубежи. По S&P, напоминаю, что моя личная цель – 2500 пунктов, соответственно, если взять текущие котировки, есть еще возможность вырувать около 100 пунктов, поскольку сейчас мы наблюдаем S&P на отметке 2600. Если 100 пунктов будут сделаны рынком, нисходящего движения, за короткий промежуток времени, к которому относятся даже несколько торговых сессий, то какое-то время спрос на японскую валюту будет преобладать. И пока вот эти панические настроения не удастся погасить, не поднимает даже вопрос о том, что рынок паникует, потому что сейчас основная причина, опять же, снижения такого интенсивного американского фондового рынка – это страх, который присутствует среди трейдеров. Вот пока эти слова не будут убраны с оценки реальной ситуации и не будут заменены тем, что рынок корректируется в соответствии с такими-то причинами, которые не имеют отношения к панике, мы не сможем, друзья, снова начать активно покупать доллар японскую иену и наблюдать против иены более дорогой курс доллара. Хотя новостная картина по-прежнему складывается в пользу американца. Заявки на пособия по безработице, которые были опубликованы вчера, 221 230 тысяч. Дадли, представитель ФРС, за которым мы следим, за его позицией, как и раньше высказывается в пользу трех повышений процентной ставки и то, что вряд ли на рынке что-то может произойти, чтобы ФРС не поднял процентную ставку уже в марте. Конгресс, кстати, достиг соглашения по бюджету на ближайшие два года. Это значит то, что априори мы сейчас снимаем с повестки риски при остановке правительства, бюджетные расходы будут увеличены и фактор неопределенности, который присутствовал, он уже не актуален. Поэтому доллар, в принципе, имеет очень хорошую возможность воспрять только от одного этого сообщения. Но пока держит себя, так скажем, под контролем и понимает, что на фоне тех тенденций, которые разворачиваются на фондовом рынке, пока ему приходится все-таки двигаться позади японской валюты. Но он в любой момент, друзья, может оказаться в лидерах, тем более, что основания для этого есть. Держим длинные позиции, уверен, они принесут прибыль, друзья. И произойдет это уже в самое ближайшее время. Возможно, на следующей неделе мы с вами сможем все-таки прорваться уже выше 110. Евро против доллара. Европейская валюта в целом снижается. Здесь стоит отметить, что рынок ничего интересного за минувшие торговые сутки по евро нам не преподнес. Ну, разве что комментарий президента Бундесбанка Вайдмана, который снова с критикой обрушился на программу количественного смягчения, отметил то, что ее нужно сворачивать как можно раньше. Ну, точно такие же комментарии от Вайдмана мы слышали год назад, точно такие же комментарии мы слышали и в 2016 году. Но, как вы помните и понимаете, никакого влияния особо на решение ЦМБ эти заявления не оказали. Поэтому сейчас для общего, скажем, развития мы с ними ознакомились, знаем, что есть и противники, но понимаем, что все-таки Европейский Центральный Банк действует правильно, потому что иначе сейчас действовать просто нельзя, потому что Европейский Центральный Банк обходится с низкими значениями инфляции. И самый действенный механизм – это придерживаться мягкой экономической политики. Евро продаем, я думаю, здесь параллели можно, скажем, ввязать еще с долларом. Европейская валюта сейчас снижается на фоне вот этого системного риска более длительного периода сохранения мягкой экономической политики. Как только у нас еще вокруг отучится рост доллара, евро против американцев очень быстро окажется ниже планки 1,27. В центре внимания трейдеров также была и британская валюта, суперчетверг, решение поставки объема выкупа активов, безусловно, это то, на чем нельзя было не спекулировать. Мы с вами поставили на Росбританца, в моменте этого укрепления было колоссальным, больше 150 пунктов фунт прибавил до конца торговой сессии, но вот под самое закрытие снова разворот, и, к сожалению, практически все, что мы набрали за день, было потеряно. Друзья, ни в коем случае не нужно сейчас сделать неправильные выводы о том, что рынок сначала принял одни решения, а потом, скажем, переиграл их, и сейчас, думаю, это совершенно о другом. Нет, фунт был заряжен на рост. Почему? Потому что мы с вами настраивались на жесткие комментарии представителя банка Англии, и мы их получили, друзья. А вот сегодня, когда смотрел еще цели по инвестбанкам и аргументацию, безусловно, фундаментальную, поскольку она нас интересует, главный вывод, то, что изначально все настраивались на то, что, ну, те, кто прекрасно понимает, что происходит с политикой, на то, что Банк Англии будет, просто обязан придерживаться жесткой риторики. Но никто не мог предположить, что Банк Англии позволит себе Карни, кстати, сделать заявление о конкретных датах действия по росту процентных ставок. Карни весьма, на мой взгляд, недвусмысленно донес позицию, что в мае ставки будут получены. И признал тот факт, что темпы повышения ставок будут, конечно же, более быстрые, чем прогнозировалось еще месяц назад. Того требует ситуация. Ну и хорошо, потому что повышение процентной ставки, разговоры об этом, спекуляции на эту тему – это то, что будет обеспечивать фунт ростом. Поэтому остаемся в длинных позициях. Даже не думайте разворачиваться, друзья. Сейчас прекрасные возможности для того, чтобы прокатиться на потенциально еще мощном ралли фунта. И вчерашняя торговая сессия вам ясно доказала то, что фунт может прибавить несколько фигур за только один лишь торговый день. И это будет абсолютно предсказуемо и оправданно. По австралийцу также мы с вами очень много говорили. Я озвучил позицию Резервного банка Австралии. Те проблемы, на которые был сделан наибольший акцент, закредитованность, низкая инфляция, угроза более высокого обменного курса для экономического восстановления. И, собственно, на этом фоне мы сделали с вами вывод о том, что Резервный банк Австралий крайне далек от изменения риторики. О том, что, скорее всего, он так и останется повержен мягко-экономической политике. И вчера у нас была возможность послушать еще руководителя Резервного банка Австралии Филиппа Хлоу, который, собственно, резюмировал все прошлые заявления, которые сопровождали решение по процентной ставке. И Филипп Хлоу признал тот факт, еще раз обозначил основную идею, то, что нет причин сейчас пересматривать денежно-кредитную политику. То есть она так и будет оставаться мягкой. Соответственно, все это делается для того, чтобы сейчас ослабить курс австралийца. Текущие котировки 0,7781, друзья, напоминаю, что наша с вами цель лежит в диапазоне 0,75-0,76. Сегодня очень важный день для канадца, потому что в 16.30 у нас целый блок статистики по рынку труда Канады. Посмотрите на прогнозы. Мы ожидаем довольно слабые цифры. Даже уровень безработицы должен вырасти с 5,7%, собственно, до 5,8%. Я думаю, что если статистика будет в конве с ожиданиями, то есть действительно такой же плохой, как прогнозируется, то у канадца сегодня будет еще одна причина просесть против доллара. В целом мы сейчас USDCAD наблюдаем выше тех уровней, на которых тоговались день назад. Доллар канадец активно восстанавливается, сейчас котировки 1,26. Наша с вами цель 1,27-1,28. Собственно, вчера, выступая на пресс-конференции, руководство, по-моему, Каролины Вилкинса, это заместитель управляющего банка Канады, то есть Стивена Плонза, снова говорила о проблематике крайней закаритованности и высокого долга домохозяйства, экономики. Друзья, я даже не знаю, как сопроводить такие комментарии, потому что они совершенно не вертся с тем, что делает Банк Канады. Они говорят про закаритованность и при этом поднимают процентные ставки. Ну, не знаю, где здесь логика. И надеюсь только на то, что она будет найдена позже. Ну, или, по крайней мере, надеюсь на то, что сам Банк Канады все-таки возьмет паузу и закончит уже каждый квартал поднимать процентный ставки. Не знаю, чего они добиваются и что делают-то. Поэтому, рассчитывая на более здравую позицию канадского регулятора, я считаю, что, скажем, вот этого здравомыслия прибавит плохая статистика. Я продолжаю продавать себе канадцы и рекомендую вам делать это же. Что касается рынка криптовалют, локально на некоторое время рынок немного воспрял. Вы видели то, что ряд основных инструментов, да можно сказать, даже вся крипта, отыграла от 15 до 20% утраченной ранней стоимости. Здесь лишь стоит добавить следующее. Друзья, мы по-прежнему говорим о медвежьем рынке. И не обращайте внимания на локальные откаты, как на то, что может развернуть тренд. Не при текущем фундаменте, не при текущей обстановке, которая касается регуляции. Когда регуляторы основных площадок для крепкой индустрии продолжают закручивать гайки. Нет, на таком фоне рынок не сможет снова вернуться к прежним максимуму. Поэтому небольшая коррекция, в данном случае от нисходящего тренда, это лишь доказывает то, что мы имеем дело с нормальным трендом, который периодически встречает сопротивление, в данном случае покупателей, но потом снова инициатива приходит к продавцам. Из-за позитивных новостей, ну, как я уже отметил вчера, мы говорили о том, что руководители и председатели комиссии по торговле, товарными фьючерсами, комиссии по ценным бумагам, высказались позитивно касательно будущего рынка криптовалют, лишь подчеркнув, что требуется эта сфера крайне продуманной регуляции. Рассчитывали, что комментарии будут таким же жесткими, как у прочих, скажем, регуляторов, но они оказались гораздо мягче. Здесь стоит отметить то, что Кристофер Жан-Карло, который является руководителем комиссии по торговле товарными фьючерсами, несколько, по-моему, не назову точную дату, но, скажем так, в прошлом году я помню, я видел статью, где Кристофер Жан-Карло означался как один из серьезных инвесторов именно биткоин-системы, то есть у него было довольно большое количество биткоинов, возможно, от них избавился, может быть, нет, но, в общем, он такой элитный представитель инвесторского биткоин-сообщества. Поэтому, если немножко, скажем, пора скинуть мозгами, то становится очевидно, что человек, который может влиять на то, что с этим рынком происходит, вряд ли бы придерживался какой-то другой позиции, кроме как петь дифферам в рынку. Я не представляю себя, что, будучи владельцем биткоина, он бы поставил крест на этой индустрии и сказал бы, что у нее нет будущего. То есть, на мой взгляд, это такой логичный, оправданный и, в принципе, тот вывод, который имеет право на жизнь. Поэтому не думаю, что вот эти комментарии могут быть разворотами для того тренда и смогут вернуть на рынок прежних покупателей. И вместо того, чтобы сейчас, казалось бы, бросаться, скажем, в покупки, делая ставку на то, что крипторэнк развернулся, я бы все-таки пришел к выводу о том, что текущий уровень локальной отката – это еще одна хорошая возможность поспекулировать в сейл с более высоких ценовых значений, выращивать на еще большую прибыль. Пока не вижу причин для роста биткоина, не вижу возможности для того, чтобы актив вернулся выше 10, и лишь предлагаю делать ставку на прежний фундамент по негативу, которого мы уже говорили. Поэтому цель, как и раньше, для биткоина вижу 5-6 тысяч. Могу заблуждаться, друзья, могу ошибаться. Ни в коем случае не хочу тем самым подпортить настроение тем, кто владеет большим количеством биткоинов и кровно заинтересован в росте. Все может быть. Но будучи, скажем так, объективным фундаменталистом, считаю, что рано пока говорить о возрождении рынка криптовалют. Из важных событий сегодня в 12.30 ждем статистику по промпроизводству Англии. В этих данных будем искать снова возможность для откупа британца и закрепления выше отметки 1.40. В 16.30 это уровень безработицы Канады. Продаем в связи с этим канадские доллары. В 21.00 статистика Baker Hughes по количеству нефтильных терминалов, которая может поспособствовать тому, чтобы мы завершили неделю по бренду ниже отметки 63 доллара за бар. Собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...